Привет, это Виталий Глебочкин и в этом видео я продолжу удивлять вас примерами работы с одним из самых мощных инструментов цветокоррекции в программе 3D Load Creator цветовыми сетками CL. Надеюсь вы уже успели попрактиковаться после просмотра первой части практики и освоились сеткой. Рассмотрим пример посложнее. У меня есть вот такая панорама открытой в фотошопе. Я снимал в JPEG, поэтому панорама тоже JPEG. При съемке данной панорамы я сделал две ошибки. Во-первых, я не установил ручной баланс белого, поэтому у меня поплыл цвет неба. Тут он зеленоватый, тут переходит в синий и становится пурпурным. Вторая ошибка, я снимал данную панораму с поляризационным фильтром. Угол обзора тут больше 180 градусов, а поляризационным фильтром максимально затемняет небо под углом 90 градусов к солнцу. Поэтому имеем темное пятно от полярика как раз посередине снимка. Ну и не обошлось без косяков склейки при сборке данной панорамы. Исправим все эти недостатки в программе 3D Load Creator. Итак, первое, что я здесь сделаю, это выровню цвет неба на АБ сетке. Примерно вот так. Сравним до, после. Оттенок неба я исправил, теперь буду выравнивать тон на CL-сетке. Чтобы лучше видеть неоднородность неба, я на вкладке с кривыми сильно увеличу контраст мастер-кривой. Теперь на небе хорошо видны полосы и пятна. Избавимся от них. Это как раз тот случай, о котором я говорил ранее в первой части. Я буду уменьшать контраст в пределах одного цвета. Да, тут тоже можно воспользоваться инструментом стягивания узлов, но я сделаю это вручную. Разверну сетку, закреплю нейтрали. Темное пятно находится вот здесь на сетке. Закреплю узел под этим пятном. Теперь закреплю узел в светах. Я сделаю тени светлее и менее насыщенными, а света сделаю темнее и тоже уменьшу их насыщенность. Вот здесь возникла полоса, она вызвана различной насыщенностью цвета неба, на сетке это хорошо видно. Увеличу насыщенность ненасыщенного участка. Остался сильный орел вокруг деревьев, сделаю его темнее, подвинув света вниз на сетке. Теперь я выключу кривые и сравним до-после. Вот изображение до применения сел сеток, вот после. Отправлю этот лут в фотошоп. Снег в тени стал светлее, но это не страшно, я сделаю простую градиентную маску на слое с лутом. Давайте рассмотрим изображение более детально. Обратите внимание, что до применения лута на небе был шум, Но поскольку мы выровняли тон, то есть сделали темно-синие тона светлее, а светло-синие темнее, то этот шум пропал. Давайте теперь посмотрим при стопроцентном увеличении цветовые переходы на ветках деревьев. До, после. Еще раз напомню, это был джипег. Обратите внимание, какие плавные градиенты, какой ровный оттенок мы получили. Я даже избавился от шума. Конечно, ютуб подпортит вам картинку, но поверьте, у меня на мониторе все выглядит отлично. Я думаю, те из вас, кто сталкивался с подобными проблемами при съемке пейзажей и склейке панорам, знают, как тяжело убирать в фотошопе такие вещи. Никакой даджемберн вас не спасет. Конечно, можно залить небо одним цветом, но таких плавных переходов на границе заливки вы не получите никогда. Нет, вы можете вручную нарисовать маску и обвести каждую веточку. Если вас никто не будет отвлекать, то за полдня справитесь. А можно потратить пару минут в креаторе, теперь вы знаете, как это сделать. Рассмотрим теперь создание тонировки Телоренч на CL-сетках. Я поверну сетку. Тон кожи меня устраивает. Осталось покрасить остальное в холодный оттенок. Закреплю узлы рядом с нейтралью, а саму нейтраль уведу в холодный оттенок. Готово. Быстрый Телоренч на CL-сетках. Выбиваются только губы девушки и надпись «Мяун футболки». Исправлю это на верхней сетке. Вот до, вот после. Посмотрим, как это работает на другой фотографии. Дорну верхнюю сетку на место, чтобы восстановить цвет губ. Хотим сильнее покрасить тени, можно сильнее покрасить. До, после. Загружу еще одну фотографию. До, после. Опять выбивается сиреневый, исправим это на верхней сетке. До, после. Перейдем теперь к цветовым гармониям. В уроке про принцип работы CL-сеток я рассказывал, что будет происходить с цветом, если мы будем двигать края одной из сеток к нейтралям. Чтобы вам этим свободно пользоваться, я сформулирую следующее правило. Если сдвинуть цвета к нейтралям на одной сетке, то на картинке останутся только те цвета, которые есть на другой. Продемонстрирую это на этой фотографии. Я закреплю нейтраль и сдвину нижнюю сетку к нейтралям. Таким образом, на изображении остались только те цвета, которые есть на верхней сетке. Это зеленый и сиреневый. Давайте теперь менять угол поворота осей. Получим бирюзовый и красный. Желтый и синий-фиолетовый. Попробуем сделать телоранж. Например, вот так. Захотим усилить эффект, покрасим дополнительно нейтрали. Сравним до, после. Загружу еще какое-нибудь изображение. Вот до и вот после. Сделаю небо темнее. Если отодвигать сетку от нейтралей к краям, то вы будете усиливать насыщенность ваших оттенков. Нечто подобное делается в пространстве лаб, когда вы увеличиваете наклон кривой в каналах А и Б. Только вот нейтралями в лабе управлять не получится. А в креаторе можно. Допустим, вам нужно поменять цвет местами на этом фото. То есть сделать небо оранжевым, а все оранжевые объекты покрасить в бирюзовый. Путем поворота осей сеток этого добиться нельзя. Но я могу взять и поменять местами края верхней сетки. Теперь небо стало оранжевое, а все остальное бирюзовое. До, после. А если вращать сетку, то цвета будут изменяться в соответствии с цветами верхней сетки. Зеленый и пурпурный. Синий и желтый. Поменяю сетку местами. До, после. А на этом все. Хотя нет, не все. Вот вам домашка для практики. Попробуйте на этом кадре обратить цвета. То есть половинку с планетой нужно сделать красно-оранжевый, а огненное облако нужно сделать сине-бирюзовым. Пользоваться можно только CL-сетками. Все знания, которые вам нужны для такой перекраски, у вас уже есть. Осталось развить навык. CL-сетка очень мощный инструмент в опытных руках, а опыт приходит только с практикой. Ссылка на файл будет под видео. Позже я запишу свою версию покраски, где я пошагово расскажу и покажу, что я делал. А пока тренируемся. Если этот урок вам понравился, то ставьте лайк и поделитесь им с друзьями, а то сидят по димаске рисуют. С вами был Виталий Глебочкин. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok